Всем привет! Пора реанимировать серию роликов про темы по лору SCP, которые вы просили сделать в комментариях. И поглядев в комменты на канале, я обнаружил, что есть тема, которую просит чуть ли не самого первого видео на тему мира SCP. Это физика самой вселенной SCP, ведь иногда она явно отличается от нашего мира. Так в чём же тут дело? Непрошаренный человек может сказать, что мол, ну чего-то докопался, это же художественный всё вымысел. Авторы, значит, пишут в своих статьях любую дичь, что хотят. Но на самом деле всё намного, намного хитрее. В основе всех событий мира SCP лежит одна важная переменная. Читая различные файлы и отчёты, мы часто видим, что персонажи измеряют некие юмы. В различных аномальных явлениях его сущностей. Суть этого измерения в том, что по нему можно понять, насколько реален мир вокруг, или какой-то конкретный объект. А вернее, какова плотность реальности в том месте, где замеряющий находится. Хотя в некоторых объектах говорится об измерении юм в секунду. Но чаще сравнивают юмы именно с мерой плотности, самой реальности мира. Слово юм происходит от шотландского философа Дэвида Юма, номиналиста, империста и скептика. Суть философии которого была в том, чтобы скептически подходить к знанию. А в особенности не путать понятие того, что есть и того, что должно быть. Это вроде кажется очевидным, но очень и очень многие люди заметно подменяют понятие того, что есть и того, что должно быть в своих рассуждениях. И благодаря этому успешно втирают нам какую-то дичь. Юм осуждал такую фигню. По возможности избегайте этого. SCP философский и познавательный. Фонд измеряет юмы устройством, которое называется счетчик Канта. От имени немецкого философа Эммануила Канта, который считал скепсис юма эффективным инструментом для очистки знания от всякого мусора перед исследованием. И вот фонд SCP измеряет юмы счетчиком Канта, чтобы понять, насколько реальность реальна. Сложные философские отсылки. Сам счетчик Канта это простое навитостройство, которое показывает на своем экране какую-то цифру. Собственно число юмов. Он может измерять юмы только в той конкретной точке, где находится сам. Поэтому у фонда нет возможности просто взять и просканировать мир и найти все аномалии. Не может он вот так и все тут. Потому агенты фонда ходят по всему миру с этими счетчиками и ищут какие-то отклонения от нормы. Нормальный обычный человеческий мир, в котором все просто и понятно, в котором 2 плюс 2 равно 4 принят за эталон и имеет один юм. Это точка отсчета. В нем не происходит ничего, чтобы выходило за рамки известных законов физики, логики и вообще ощущения нормальности. Все идет полностью привычно. Эффекты, называемые аномалиями в нем, проявляются при увеличении или уменьшении этого числа. Причем сами аномалии именно появляются от увеличения или уменьшения числа юмов. Но об этом потом. Главное, что юмы получаются вообще главным параметром в мире SCP. Потому что все остальные возможные параметры и закона работают или нет уже в зависимости от того, сколько юмов показывает прибор. Сам фонд использует все это для того, чтобы находить объекты. Потому что вокруг нереальных вещей число юма будет падать ниже единицы. В иные времена такие вещи бы называли волшебными или результатами какого-то чуда. Эти вещи сложно заметить или заснять на камеру, потому что сама наша реальность постепенно оторгает их. Также число юм падает и вокруг существ, которые могут менять реальность по своему желанию. Но только вокруг них и когда они пользуются своими способностями. В них самих, в телах таких существ это число напротив повышено. Существо, которое может своей волей менять мир, представляет собой как бы уплотнение сущности, измеряемой в юмах. Фонд открыл то, что то, что имеет большую плотность в юмах, может влиять на то, что имеет меньшую. Например, даже обычный человек из обычного мира в один юм, оказавшись в каком-то мире со слабой реальностью меньше одного юма, обнаружит в себе множество способностей. Для местных жителей он будет колдуном или даже божеством, в зависимости от того, насколько велика эта разница. Если обычный человек попадет в мир значений юм, которого будет близко к нулю, в этом мире буквально моментально материализуются все его мысли, хотя сам этот мир будет мало чем отличаться от сна. Но главное, что авторы SCP могут писать любую дичь, если она, конечно, правильно вписывается в концепцию юмов. Однако, если уровень реальности будет слишком низок, человек в нем просто растворится, как это произошло в SCP-3001. Кстати, оставлю в описании ссылку на это видео про этот объект, потому что он вообще важен для этой темы в целом. Аналогично происходит и с существами, имеющими высокий показатель юм, попавшими в наш мир. Например, у SCP-343, который представляется богом и может создать из ничего любой предмет, показатель юм равен 86. При этом сила SCP-343 так велика, что создаваемые предметы абсолютно реальны и нормальны. Это, кстати, один из самых плотных в юмах объектов из известных. А вот у SCP-239, которая также может изменять реальность и создавать вещи, но с некоторыми ограничениями, уже 50 юм. Она не так сильна, и из-за этого вокруг нее самой показатель реальности ниже единицы. То есть ей как бы не хватает силы, чтобы создавать полностью реальные по меркам нашей реальности вещи. Однако это все примеры сущностей, обладающих огромной силой влиять на мир. Какой-нибудь обычный скульптор реальности нашего мира, которого бы иные назвали магом, имеет полтора-двоюма максимум. Такому показателю соответствует демонстрация телекинеза, чтение мыслей, телепортации и прочих подобных вещей. Везде в этой системе наблюдается принцип разности юмов. Потому и обратное также работает. Аномальное существо, имеющее силу, к примеру, вдвоюма, попав в мир, где вдвоюма это фоновое значение, не сможет показать ничего из своих сверхъестественных способностей. Потому что в том мире у него их там банально не будет. На этом основано действие якоря реальности Скрэнтона, который есть на вооружении фонда SCP, позволяет легко обезвредить практически любую сущность. Временным повышением числа юмов вокруг до двух единиц, лишая способностей практически любого монстра или скульптора реальности. Однако получается, что и обычным людям находиться в области действия якоря бывает опасно. Потому что сам мир вокруг начинает пытаться их менять. Поэтому просто бросить якорь реальности в любую непонятную тварь, это не всегда выход. А для содержания их применяют только в крайних случаях. Кроме того, побочное действие якорей в том, что они ускоряют распад окружающих миров. Так как суть якоря в том, что он лишь концентрирует реальность в одном месте и соответственно ослабляет где-то в другом. А это не слишком хорошо с этической точки зрения. Впрочем, якоря, которые используют SCP, настроены так, чтобы выкачивать реальность из умирающих или мёртвых миров, где уже произошёл какой-нибудь конец света. Это снимает все этические вопросы. В рассказах эпизодически упоминаются и другие связанные устройства. Например, штука, которая наоборот уменьшает степень реальности окружающего пространства. Но про них особо ничего нет, так что идём дальше. Более интересная вещь – это то, что происходит, если сущность с более низким показателем реальности попадает в мир с более высоким. В этом случае сам мир будет влиять на существо. Если разница небольшая, то мир как бы пропишет существу судьбу, от которой тот не сможет отклониться. Если разница огромна, окружающий мир сделает сущность буквально частью себя, заставив превратиться во что-то обычное для этого мира. Это, конечно, не всегда так происходит, потому что не любая реальность стремится ассимилировать существ, попавших в неё. В некоторых случаях она просто не признаёт изменения, вносимые в неё существом с низким показателем юмов. Например, как ваша воображаемая вайфу не может приготовить вам кофе, так и обычные люди не могут ничего изменить в области пространства, известной как SCP-4392, которая имеет до 30 юмов в измерениях и просто отменяет все изменения, которые люди пытаются в ней создать. И да, концепция юмов так крута, что объясняет даже феномен судьбы. Потому что если для какого-то конкретного человека плотность реальности ровно один юм, он взаимодействует с миром на равных. А вот если чуть меньше, например, 0,99, то жизнь человека будет подчинена тому, что известно как судьба. В то же время люди с показателем 1,01 юма, то есть незначительно выше единицы, будут из тех, кто всего добиваются сами и вообще хозяева жизни. Кроме всего этого, якоря реальности и разумные сущности, которые концентрируют юмы, как бы намекают нам, что плотность реальности в целом неравномерна. В рассказах, например, упоминается, что во многих культовых местах она сильно выше, например, в Гималаях, или сильно ниже, как, например, на горе Олимп. В первом случае люди уходят в эти Гималая, чтобы повысить свою плотность реальности за счет пребывания в более реальном мире и таким образом стать просветленными, то есть такое типичное объяснение отшельничества. А во втором, по всей видимости, можно погрузиться в чудный мир греческих богов. Ну и самое главное. Помните то видео про самый первый SCP, где я говорил, что фонд начал создавать аномалии после того, как наткнулся на кольцевую дорожку? Так вот, исследование кольцевой дорожки помогло фонду придумать способ менять плотность реальности при помощи эффектов самой дорожки, менять число юма. Так и были созданы аномалии. А какая еще часть мира SCP осталась неосвещенной? Напишите в комментариях. Всем пока!